Всем привет, это Торина. Как у вас дела? Надеюсь, ваши выходные новогодние хорошо прошли. Мои были недолгими, и с 4 января я уже на работе. Но, в общем, речь не об этом. Мина-сан, знаете ли вы, что такое фукубокуро? Оно же лаки-бак. Я, если честно, не знаю, никогда не слышала, есть ли это в России. Я называю это котом в мешке. Ну, приехав в Японию, я впервые, в принципе, узнала об этом. Это когда в начале года продавцы, ну и разные магазины, собирают товар, не распроданный в прошлое году. И продают его в мешочках, ну, в коробках. По выгодным ценам, то есть, например, если у вас набор за 1000 йен, в него входят обычно там, ну, да, 5000 йен или на 10 тысяч йен, в зависимости от щедрости продавца всяких товаров. Вот. И в Японии я очень подсела на эти штуки, потому что, ну, блин, классно. Ты покупаешь за какую-то там, ну, такую символическую сумму, а получаешь товары на сумму в 5 раз больше. Ну, круто же. Мечтаете? Вот, я думаю, что это круто. Если есть ли такое в России, расскажите мне, пожалуйста, потому что действительно ни разу не слышала. Может быть, просто никогда не интересовалась. Ну, в принципе, да, не интересовалась, потому что не очень-то богата я была, ну, и не очень-то любила, в принципе, такие штуки, как походы по магазинам и всё такое. Вот. Здесь я, конечно, не хожу, а заказываю интернет, поэтому как-то проще. Ну, и в плане, в принципе, узнал об этом просто потому, что, ну, гудсы, мерч артистов, которых я люблю и понючу, и ради которых я приехала, ну, ради вхождения на концерты, которых я приехала сюда, они тоже так делают, поэтому, собственно, я и узнала об этой штуке. И, собственно, в этом году мне, наконец-то, пришёл мерч этого года. Ну, то есть, как бы, лаки-бак этого года, а мерч прошлогодний. И я хочу его вместе с вами открыть, заодно посмотрите, какой мерч поддаётся в японии. Вот. Ну, и я думаю, что люди, которые тоже понючат эти группы, меня тоже смотрят, поэтому, наверное, вам будет тоже интересно, что ж мне пришло. А тем, кто не фонючит, ну, может быть, зафонючите вместе со мной, благодаря мне. Или просто узнаете, какой мерч, в принципе, бывает, и что кладут в лаки-бак в Японии. В общем, начнём. В общем, не знаю, видно или нет, вот такая вот коробка мне пришла. Обычно приходила где-то поменьше, ну, то есть, по верху, наверное, такая, но где-то в половину толщина была меньше. В общем, в этом году такая большая, внушительная коробочка пришла. Интересно, что же туда положили. Итак, давайте открывать. Показывайте, рисфрод камера по-идиотски, потому что, не знаю почему, но периодически фронт камера у меня не переключается на обратную камеру. Было бы удобнее, если бы она могла переключаться, но почему-то не хочет. Видимо, под настроение как-то. В общем, открываем. А, ну и вот, собственно, Exile Stripe Station — это мерч группы агентства LDH, то есть это группы Exile и их братские дочерние группы, честеринские тоже. Если интересно, послушайте Exile, Sundae Medieval Brothers, Generations, Rampage и так далее. Это очень крутые ребята, они очень классно танцуют. Они умеют петь и они умеют танцевать. Это главное, что меня зацепило, потому что в японской эстраде это на самом деле редкость. Обычно там просто бардашками берут, ну и айдолы, они как бы не обязаны умеют танцевать и петь, они просто айдолы. А эти ребята, они не айдолы совершенно, поэтому берут талантом. И это классно, я считаю. В общем, открываем. И вот так вот всё сложено. И сейчас буду по одному вытаскивать и показывать, что тут лежит. Пакетоксик с советским лого Аэрофлота, как мы называли это, с друзьями по фанатству. В общем, собственно, это пакетоксик к прошлогоднему туру группы Exile. Полотенце с чьим-то лицом. Я так полагаю, что... О, ребятки, это полотенце с лицом Ганчана. Ганчан, он же Ивата Таканори. Он же мембер, он танцор, актёр. Может быть, вы видели с ним какие-нибудь дорамы или фильмы. Красивый очень молодой человек. Молодой, не знаю, я старше, конечно, немножко. Но, тем не менее, красивый мужчина. Мужчина тоже не могу его назвать. В общем, красивый человек, который на 95% мой тайпу. Я всегда так говорю. В общем, классно. У меня есть с ним теперь полотенце. Вряд ли я буду им пользоваться, потому что не могу я таким прекрасным ликом вытираться. Но для чего-нибудь, может быть, когда перееду, если перееду, использую его как настенный ковёр. И буду любоваться. Каждый день, ночь и в любое время суток. В общем, это произведение искусства. Лого Exile. И полагаю, что это... Написано, что это эко-сумка. Красиво. Ого, довольно большая. Я бы не сказала, что это эко-сумка. Это прям походная сумка. Смотрите, можно на плечо повесить, на ленке рассказать. Довольно вместительная. Классно. Не мой стал, конечно, но при переездах там или при поездках очень даже пригодится, я думаю. И, может быть, я, наверное, даже с ним буду на танцы ходить, потому что то, что я сейчас умею, она не очень вместительная. Ну, действительно, конечно, но она только на одно плечо надевается, и у меня немножко падает плечо таскать в красотке. А тут можно через плечо повесить, им уже хорошо. Так. Вот такая штука. Написано, спортивное полотенце. В общем, оно вот такой вот ширины и, видимо, какой-то, предположительно, длины-длины. Спортивное полотенце в Японии все разных размеров, поэтому я не знаю, какой стандарт и для чего они используются. Но, ладно. У меня, наверное, сойдет для умывания, возможно, не знаю. Посмотрим потом. О! Панамочка. А, это ктуру Exile Tribe, то есть это собрание всех групп. Если кто знает Джонисов, то это, типа, как Джонис Каунтдаун, наверное. Только у них был не Каунтдаун, у них был полноценный тур, в котором участвовали группы Exile Tribe. Их там штук семь. Вот. Я долго думала покупать эту панамку или нет, потому что, во-первых, панамки немножко не мое. Во-вторых, ну, как бы, полиция тоже в обычной жизни, как фанату, говорят, что это не очень хорошо. Поэтому долго страдала, маялась, думала. И вот она сама ко мне пришла. Значит, судьба. Это здорово. Летом пригодится, потому что летом очень печет солнце. Конечно, моя башка слишком маленькая для этих панамок. Потому что, не знаю, у меня есть с прошлогоднего Lucky Bug'а брендовая панамка Drity for Carrots и она с меня улетает только в путь. Я на концерты в ней ходила, но если там какие-то в ведрильнике попадаешь, то надо держать панамку вместе с головой. Вот. Не знаю, как это будет. Скорее всего, тоже небольшая, но посмотрим. Дальше у нас резиночки. Увы, ах, мои японские резинки слишком большие и суровые для моего количества волос тоненьких. Но японки, в принципе, часто используют это как типа браслетов, поэтому, не знаю, на лайве ходить пригодится, возможно. Вот. Ну, прикольно смотреть. Дальше это Kids Be Happy, это мерч к аниме для детей. Это Sunda Me Jaisal Brothers. Ну, не они делали сами, конечно, это как бы взяли их за основу и сделали детское аниме. Оно упортое, просто как, не знаю, мультики американские типа A.Ed или как там это назывался. В общем, такие вот неотемные мультики. Ну, возможно, чуть побольше смысла, чем американские. Ну, посмотрите, он на Ютубе, по-моему, есть, все это аниме, там 12 серий всего. И, в общем, вот один из персонажей. Через витри. Такая штука. Это у нас зеркало. успокоить лень, там 100-500. Вот такое вот понтовое зеркало. Под кожу. И тут зеркало, чтобы моя комната не отображалась, закрою штуточкой. И, в общем-то, вот. Видимо, оно как-то стоять должно. не знаю. Ну, выглядит круто. И куча всяких лого прошлых туров. О, еще одна штука, на счет которой я очень долго сомневалась. Маска Оми Ктуру. Ну, во-первых, эти маски, если без лого, просто они, ну, просто тряпочные, такие пэши маски, они, если без лого, просто они стоят сто йен, ну, плюс-минус. Эти же гутсовые штуки, они стоят тысячу, по-моему, или тысяча пятьсот, где-то, около того. Вот. Поэтому, во-первых, меня душила жаба, во-вторых, опять же, не хотелось политься, и я очень долго думала покупать мне эту или нет, и, собственно, она ко мне пришла. Классно. Люблю, когда судьба меня сама находит. Дальше у нас что это такое? Смотрите. Так, это у нас какое-то листовое мыло. По-моему, в России тоже я видела такое. В общем, такое мыло, которое можно взять с собой. Оно как листочками, как нарезанное мыло, и берешь вот этот вот листочек и моешь руки, и у тебя, собственно, ну, помыло, оно улетело в раковину, и ты носишь с собой мыло. Удобно, наверное. Но, мне кажется, удобно. В России есть такое? Мне кажется, я видела такое, потому что это не было для меня новинкой, когда я приехала в Японию. Вот. Единственное, что я никогда не пользовалась, но не знаю. Теперь есть повод пользоваться. Прикольно. Сумочка. Тоже к Туре Экзайл. Вот. Ред Феникс. Это к тому же Туре, где блога в виде Аэрофлота. Вот. Сумочка не мой стайл. Не знаю, что с ней делать. Если кто-нибудь найдется, кто любит такие сумочки, там отдам. Или на Меркари выставлю, не знаю. Она такая вложенная. Ой, как. Японки любят, чтобы можно было положить только телефон, кошелек и помаду там. И все на этом. Я считаю, что это неудобно, потому что я обычно таскаю кучу вещей. Ну, в том числе зарядник для телефона, всякие там пластыри обезболивающие от головы и так далее. Какую-то фигню весь отыкаю. Так что даже бутылка воды сюда не влезет, поэтому как бы не знаю. Смысла не понимаю в таких сумках, но девушки вроде как любят. У меня, к сожалению, девушковых генов особо нету в мозгах, поэтому я не понимаю. Смотрите. спаситель для лета в Японии вентилятор от Fantastics у меня вентиляторов энное количество есть. Тут он тоже болтается, а на меня. В общем, у меня есть где-то один-два вентилятора, вот, но этот стоит, его можно ставить, можно носить с собой. в принципе, довольно большой, чтобы куда-то таскать с собой, но не знаю. Поставить, например, летом рядом с компьютером почему бы и нет. Попробуем, когда доживем до лета. Так, коробочка тоже от Fantastics, что там внутри. брелок в виде шара. Брелок в виде шара звукой F. Розунки. Я не фанат Fantastics, но такой шар хотел, но единственное, что жарба меня в итоге задушила и я не покупала. Конечно, другой группой я была бы более рада, но Fantastics тоже зайдет. Неложно. Ну или отдам какому-нибудь фанату Fantastics, посмотрим. Флажок к Туру Rampage Reboot. У меня такой есть и так как тур закончился в флажке я не вижу смысла уже. Ну ладно, пусть будет, как говорится. Так, это у нас какая-то бутылка. Судя по всему, ну-ка откроем. О, миленькая, маленький термос из нержавейки. Тоже к туру всех групп, поэтому тут на цветочках разные скрасения разных групп написаны. И прям нормальный термос, чуваки. Прикольно. Единственное, что маленький, но японцы любят все маленькое. Удобно. Ну, даже, наверное, в эту сумку поместится. Единственное, что тут найдем глоток, но чем нет. Криво. Прилог с Rampage. Эти гудсы выпускали когда была корона, мне кажется. Ну, чуть попозже. Вот. Они использовались как social distance гудс, то есть гудсы для социальной дистанции. И то есть вот этого штука ты можешь например нажимать на кнопку в лифте и не трогать чужие микробы типа того. Вот. TSP3. Это у нас веер. Веер по тряпочной упаковочке. Забыл их назвать. Чехле. И вот он резиночкой завернут. И раскрываем. И у нас тут всякие логотипы. Для этого тоже помогает. Но единственное, что не знаю как-то вееры у меня не идут. покупала тоже вееры поначалу. Такие красивенькие и просто вееры. Но как-то не знаю. Лень мне с ними развлекаться. Ну почему бы и нет. Идное количество вееров у меня есть. Единственное, что не пользуюсь ими. Но те, которые я покупала за 100 йен я выкинула. А те, которые из гудсов, которые давали в фан-клубе за посещение концертов одного из локалистов. Они у меня лежат и по-моему не помню даже открывала я их доставала ли я из упаковки чтобы хотя бы посмотреть. Наверное, да. Для ходки возможно. Но собственно не знаю. В общем веера у меня не используются, но посмотрим. Может быть в этом году что-нибудь и используют. Посмотрим. Так. Браслетик. Вот такой вот меховой браслетик. Мечта моего детства. Я очень хотела всегда такие браслетики. Но единственное, что прям точно такой же я покупала себе сама. Так что у меня теперь в А. Ну один буду носить, другой хранить, как полагается истинному фанату. Ха. Так. Традиционные футболочки. GLP. Это Generations в Болстер. Мини турбулу Generations. Я на него не ходила, потому что не сложилось с графиком работы. Вот. Ну, поэтому у меня и футболки такой нет. Ну, прикольно. Будет в чем ходить. На танце. Фото кофта с длинным рукавом. Ну, для японцев это тоже футболка, но с длинным рукавом. тоже к тур Экзайл все с тем же лого Рэплота. И у меня ее, кажется, нет, я не покупала, меня задавила жаба. Но why not, почему бы и нет. Буду ходить на танцы. К тому же я ее действительно хотела и не знала, зачем она мне нужна, и у меня уже и так куча всяких шмоток, я стараюсь теперь всякие футболки не покупать. А они находят меня сами. файлик к мюзиклу, не знаю, по-моему, больше не мюзикл, но в общем, постановки театральные по игре Этернл, я в нее играю, это онлайн игра японская. Они называют себя как первые японские MMORPG. Вот, и для промоушена игры они два раза уже ставили постановки в коллабе с мемберами группы Rampage, и, собственно, вот это один из них, Макото, он, конечно, не мой фаворит вообще, но как персонаж прикольный. У меня есть такой файлик, но с моим любимым как раз персонажем и с моим любимым мембером, а я тут не знаю. Если у меня есть фанаты Макото, пишите, отдам. А теперь пошли рандомные гудсы, то есть типа гачи, только не гачи, а вот пакетика. Здесь магнит с крючком, я собрала некоторое количество мембров, когда мне выпал мой любимый мембер, я успокоилась, так что у меня их 6 штук висит на холодильнике и вот седьмой. Ну, было 7, я одного подарила, не знаю, смотришь ты меня, Саша, или дед, тебе. Не знаю, нашла ты его или нет. В общем, открываем и видим Мэнди. Мэнди не мой любимый мембер, если кто-то любит Мэнди, отдам. Дальше это как это, веревочка для пенлайта к туру Оми. Я покупала одну, мне достала желтая, ну, то есть у меня не было как-то цели вытащить какую-то конкретную веревочку, какого-то конкретного цвета, просто вытащила какая есть, а желтый был счастливым цветом моего прошлого года, поэтому я, в принципе, осталась довольна, как будто не был, хотя желтый не мой любимый цвет. Ну, посмотрим, что у нас будет от чернику и... О, зелененькая. зелененькая веревочка у меня в этом году... В прошлом году у меня был зеленый счастливый цвет, тоже желтый-зеленый, в этом году у меня светло-желтый и светло-розовый, поэтому как-то не попало, но зато нелажно, ну, и как бы, почему бы и нет. зеленый вариант мне тоже нравился. Вот такая вот штучка. Ну, то есть, здесь ты насовываешь пенлайт и вот у тебя она так. Ну, точнее, вот эту штуку ты привязываешь к пенлайту, а эту штуку ты просто зачем-то вешаешь на пенлайт. Собственно, вот таким образом. Ну, типа украшалки. Дальше. The Rampage. Если честно, я не знаю, что там. Фотокаду. Какой-то брелок с лоткой. Мембер в 16, поэтому прям доки-доки. Я такую штуку не покупала, потому что они мне не купят. Рю. Рю выпал. Ну, теперь, по крайней мере, я понимаю, что это и откуда брались у фанатов такие штуки. брелок и вот такой вот брелочек. Наракудо. Все, что я могу сказать. Не, но Рю тоже миленький и не то, чтобы он был моим тьваном когда-либо, но в гарем, так сказать, входит. Входил одно время. Периодически входит и выходит. В общем, Рю это неплохо. Дальше. Фантастикс. Это какой-то брелок, тоже с фотографией, полагаю. Юсей. Это мембер, которого я не люблю и сейчас прослушивание, поэтому если кто-то любит Юсей, пишите отдам. Заплатить не заплачу, но отдам. Ну или продам Меркери, он вроде как популярный, так что можно загнать в этот мир. И осталось последнее, это значки. Значки я покупала, когда только приехала и было еще ажиотаж, что наконец-то я дорвалась. А значки были самыми дешевыми гуссами, они по 200 йен. Поэтому покупала раньше, но в итоге поняла, что значки мне все равно вешать некуда. Ну, то есть есть куда, конечно, но я не вешаю. Поэтому я перестала покупать, и теперь единственный прирост в точках моей кучи, она действительно куча, это в основном как раз из вот этих лаки-багов. Итак, поехали. Первый открываем лами, достану ребут, значит, там печь. И у нас попалась подпись. Не понимаю, чья. Если кто опознал, напишите. дальше Exile. И тут тоже подпись. это ТЦ. Фотограф ТЦ. ТЦ был моим, ну, как бы, не то чтобы чебаном, но ходил вокруг моих любимых мемборов одновременно, поэтому неплохо. дальше у нас сандеми и маскот кенджера. Кенджера моим любимым выбором никогда не был, но пусть, ладно. Если кто хочет, пишите. Дальше у нас Rising Suns to the World, то есть это собрание всех групп, и кто выпадет, тут прям большой сантимент. Кто-то из Fantastics, не знаю, кто, если кто знаток, есть, пишите, расскажите. И последний Fantastics. И тут тоже подпись, автограф. Полагаю, что это Сыкай. Написано Сыкай. Сыкай ты инсай сава. Гений Сыкай. Ай. Собственно всё. Керок капуста. Длинная получилась распаковка, но я надеюсь, что есть те, кто досмотрел до конца. К распаковкам я пока ещё не привыкшая. Это моя третья распаковка на ютубе, но я смотрела вроде у всех людей, в принципе, более-менее так же, поэтому вот, такие дела. Надеюсь, было интересно, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!